Здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте. Зонтик нашел, хочу оформить находку. Угу. Завеление будете писать? Не писать будете вы, я буду униктовать. А, хотеть протоколство на завеление? Конечно. Ну так, пересядьте, я ряду писал. Загласен. Вы даже его вынесли. Вы даже вынесли протокол и предлагаете мне. Где-то минут 20 назад он сформулировал. Почему бы не предложить? Скажите, а ваша обязанность входит только поздороваться с гражданином, либо еще и представиться? Представиться, конечно. А что же вы тогда нарушаете? Я не нарушаю. Скажите, что представились изначально, да? Оперативный дежурный, Елизарова Артема Андреевича, полиция. Артем Андреевич? Да. Очень приятно. А вас кто зовут? Александр Борисович. Очень приятно. Вы наверняка знаете. Ну? Наверняка знаете, кто я. Ну знаю. Вы что спрашиваете? Ну я же не всех не могу запомнить по имя отчества, согласитесь? А, просто имя не помню. Ну конечно. Мне зачем фамилия? Вы же мне спросили, Артем Андреевич, я вас тоже должен по имя отчества назвать. Ну как-то это все-таки. По-человечески. Не только в деловой этике, это общение с гражданами. Законодательство написано. Вы только фамилию можете. Но вы как человек поступили. Ну нет, я... Артем Андреевич, вы как-то сформулируйте сами находку. Смотрите. Сейчас давайте запомним. Сейчас шапка. Если владелец не найдется, да. То, в принципе, я претендую на этот зонтик. По закону положено. А если найдется, тогда уж пусть подтвердит, что это его. Где я нашел, где я. То я забыл. Мы жили все вместе, а потом одни переехали сюда, а другие переехали туда. Просто началась такая, та же самая миграция, только внутри уже разных стран, да? Содружества. Да не что, что это Молдаванин. А потом, да, говорят Молдаванин. Это как Молдаванин, как бы... Вектор движения. Точно. Нет, это Андрей Викторович, вектор движения программы. Я просто у вас еще смотрел с момента, когда с этих, как его... С ведерок? С... А, конус. С конусом. Вот полсферы. Да, давайте. Волшебные полсферы. Есть такие. Как на тротуаре обнаружили зонт, правильно? С синего цвета, с цветочками разноцветными. Прошу оформить, как находка. С синего цвета, с цветочками, черной ручкой. Да. Автоматически. Без чехла, точка. Точка, да. Угу. Дальше? Прошу. Ага. Оформить, как находка. В случае, если владелец не найдется. Так надо напомнить, на чем написать. Ну да. Ну нет, напомнить. Как там, 127-я порция тебе, да? Прошу, маленькая находка. Я претендую. На этот точек. У нас техники сколько стоит в Туле. Если владелец не найдется. Ну это по закону, там просто через полгода переходят. Да, да, да. Найдется. Как вы хотите написать? Претендую на данную вещь. Ну, я вас... А вы расписываете заявление о смысле записано правильно? Ну нет, это я помню. Я имею в виду, что я обычно сам записываю. Замечание такого есть у вас? Нет. Вы его единственное два раза просто повторяете. Ну, давайте. Плохо. Плохо. Плеваю. Ну, недавно были Антон был и Комяк был. Недавно были тоже. Ну вот, они приходили, комментировали фильм «Росгвардии». Вы, наверное, знаете. Поучительный для вас? Да, да, да. Не смотрите. Смотрите наши эмоции. Вы, наверное, меня просто не видели на этом канале. Я приходил Антон с Комяком. Приходили. Фильм называется на его канале «Росгвардик» комментирует свой фильм. Они пошли в «Росгвардию». Ну, не удалось им разговорить пообщаться. Они пришли ко мне в дежурную часть. И мы с ними милокультурно 13 минут побеседовали. Как говорится, о запрете, разрешении уйти в съемки, и, впрочем, на всех этих моментах. Ну, вот, и как бы очень культурно разошлись все. Вопросы не хватает, не хватает. Мы даже вот сейчас с главком ОМД проверим, какой у нас. Мы проверим вас. В этом отделе, как-то, я не был, но все, достаточно все. Поэтому у вашего поясника даже документы отдали. Мы наставим. Так. Нет, ну, мы обязаны действовать в рамках установки законодательства. Потому что, ну, я просто не понимаю, когда возникает... Я, конечно, не имею права комментировать деятельность других сотрудников полиции и произвести оценку согласно закону полиции. Руководство не может. Вот, и руководство. Ну, тем не менее. Вот, я могу отвечать за себя, и, соответственно, когда ко мне приходят граждане, вот, тем более я должен действовать согласно установки законодательства, согласно законам полиции. И не только. Вот. То есть, даже если как конституция на Саровке является как базисом, да, основного закона, это все равно закон. В любом случае. Вот. И мы должны тоже отталкиваться от него, потому что это главвестующий закон государства. То есть, и сотрудник полиции должен руководствоваться нормативными правовыми актами, которыми он работает в повседневном служебной деятельности. Начиная с конституции, потом федеральными законами, приказами, кодексами и нормативными правовыми актами на там субъектах Российской Федерации. То есть, ну, как бы, я вот считаю, что это правильно так должно быть. Должно быть, но не происходит. То есть, для чего я вообще здесь, как говорится, правильно? Для чего я здесь работаю? Ну, у вас даже присяг служить и защищать. Служить и защищать. Да. И мы тоже разговариваем, я тоже смотрю, да, всякого рода YouTube, видеофильмы, все прочие каналы, и наши каналы, и ваши каналы, потому что вас я знаю, прекрасно знаю, и как бы, ну, я тоже, ну, оцениваю себя, почему так делаю, почему так делаю. Причине, как? Деглизаров Артем Андреевич. Артем Андреевич, вы знаете, простой пример. Вот, как вы себя ведете, да, и это будет как раз так и показано. И как вот это все, эээ, там, запрещаю, там, отнимаю. Вот две истории. Почему нельзя вот так, как вы себя ведете вести? Что полиции, что в магазине, там, да, ну, одно дело ты набросился и меня отнял, другое дело, там, а-ха, смотрите, какой я классный, вот мой товар, там. Две истории совершенно разные. Вы знаете, прежде всего, я считаю, прежде всего, изначально у нас мы в Российской Федерации, у нас, особенно начиная с, да, с развала Советского Союза, у нас сложная судьба сейчас, вот, сложная судьба становления государства. Произошло много очень чего интересного и неинтересного, да, согласно со мной, вот, мы просто в это, в эти, в то, что мы попали в эту мясорубку эти годы, мы просто должны выжить и остаться людьми, прежде всего, я считаю, прежде всего, людьми, независимо от класса, с чинной должности, а уж тем более, если вы работаете и выполняете, да, какую-то служебную обязанность, да, любую абсолютно, даже правильно сказать, продавца, ну, сделай это красиво, чтобы все были довольны. Аплодируем вам. Ну, у нас еще, знаете, у нас еще, я, как говорится, начал работать с милицией, вот, у нас была старая подговорка милиционеров, должны быть все довольны, и граждане, и сотрудникам, все, должна быть идиллия. Ну, молодец, вот смотрите, мы просто очень много по Европе еще катались, у нас были репортажи, ну, правда, на этом канале, например, по Ферфелянии, там полиция, причем это не полиция придумала, не какие-то пиарщики полиции, это от граждан, мы общались с гражданами, у них слоган, у самих граждан, полиция, наши друзья. В Германии тоже. Я говорю, почему, как же так? Ну, вот, просто любая проблема, там, понесо, не понесо, заблудиться, ну, просто, они всегда с позитивом, с удовольствием, как-то все, и мы никуда не боимся, я говорю, а я говорю, а что боятся-то, они нам помогают. Да, конечно, на самом деле, это правильно, ну, помочь, это не только согласно присяг служить и защищать, ну, просто по-человечески, как-то, да. Даже изначально, давайте в нашу аббревиатуру главную заложим глубокий смысл, Министерство внутренних дел, внутренних, правильно? И, соответственно, уже от этой производной, что мы должны помогать гражданам во всем, ну, в чем можем, как говорится, что в нашей какой-то компетенции, да, и те же, там, бывший сотрудник ГАИ, где-то машину на дороге, да, забуксовавшую, подтолкнуть, это тоже помощь, это хорошая помощь, сопроводить беременную женщину до больницы, да, ну, то есть, ну, я считаю, это очень нормально, и это вообще в любом случае правильно, вот. Александр Борисович пришел, какие вопросы? Принять протокол с Розулинем, да, о чем разговор? Ну, таблицем просто, да. Ты, кстати, у меня, на раз, на раз, на раз, на раз, на раз. Нашел один раз ответ, что не разборчиво, что на сухоли не пушкал. Нет, ну, ты иногда просто пишешь, когда там, где варианты. Вообще, я говорю, вообще изначально, изначально это должно быть, ну, для меня это важно, как для сотрудника полиции, тем более, ну, вот, спасибо за сельский погон, для меня это очень важно, вот, это нужно. Где остальные? Ну, подходит. Так, так, сейчас мы вас примем, да, раундочку получите, зонтики я тогда набираю. Спасибо. Да было бы за что. Да, как нельзя. За службу. Настя, уже зарегистрировали, товарищ, кто здесь? Друзья, привет. Я и моя команда уже сделали очень много для того, чтобы выиграть эти выборы в Московскую городскую думу. Осталось совсем немного, и нам нужна ваша помощь. Нам нужны самые лучшие, самые классные, самые неподкупные наблюдатели. Например, вот такие. Спасибо. Или вот такие. Мы должны показать этому городу, что на наших участках не пройдет ни один журнический голос. Для того, чтобы записаться в наблюдатели и пройти обучение, надо посмотреть в описании, там есть все координаты. Спасибо.